дорогие мои начинающие гудошники и тальхарписты сегодня хочу рассказать вам про лукообразные смычки вот такие как правильно держать что покупатели там задают вопрос как там быть чтобы не ослабляя ослабнет волос не ослабнет сразу говорю что такой смычок у него нет винта нет колодки как у скрипичного или велончельного или контрабасового смычка соответственно меняется влажность воздуха меняется поведение смычка то есть при большой влажности волос ослабляется прямо бывает что даже вообще расслабляется при сухости он натягивает сильнее в течение дня даже может измениться вас натяжение смычка играть вам надо все время чтобы было одинаковое натяжение нужное вам поэтому держим этот смычок не французским хватом как на скрипках играю там колодку держит нет здесь мы что-то похожее на немецкий хват используем вот у нас вот такой хвостик есть у смычка вот мы сюда кладем указательный пальчик сверху 2 я два пальчика заправляю кого сгиб лука большой там можно и три пальца заправить за волос и сжимая отпуская я регулирую натяжение смычка я могу даже во время игры это натяжение поменять когда я играю быстрые какие-то вещи или там хочу по одной струне поиграть радиуса у подставки или нет вообще или он небольшой чтобы расслабленным смычком ты все равно зацепишь соседние струны вот тогда надо подтянуть если хочешь чтобы тебя все струны звучали одновременно тогда надо чуть ослабить смычок и тогда и в медленных композициях когда ты длинные штрихи делаешь тоже лучше это делать слегка расслабленным смычком поэтому беритесь именно вот таким хватом за смычок вот таким хватом и будет вам счастье когда будет вам играть удобнее чем вот так вот так много не наиграешь я сам пытался так играть хотя не смотря на то что у меня есть контрабасовая опыт за плечами есть я все равно пытался сначала на гудке играть таким образом нифига не хорошего не получается все да будет у вас красивый хороший даже на таких суровых инструментах как так вот так вот и и и и и и и и